Степан Маргун Сегодня Степан Маргун вместе с другими ветеранами был приглашен на торжественный прием. Освободители края чествовали филармонии. Их поздравил глава региона Вениамин Кондратьев и председатель ЗСК Юрий Бурлачко. Обращаясь к ветеранам, губернатор отметил, 35 тысяч жителей края были замучены и убиты за 186 дней немецко-фашистской оккупации. Но Кубань не покорилась. И об этом надо помнить всегда. Сегодня мы как-то дату, как из календаря отмечаем. Да, торжественное собрание. А должны праздновать события. И следующего года, с раннего утра, во всех муниципалитетах края должны быть организованы митинги и цветы. И ленты должны быть привнесены к могилам и неизвестного солдата, и ко всем мемориалам. Мы склоняем головы перед всеми, кто отдал жизнь за то, чтобы сегодня мы с вами жили, чтобы сегодня строили планы, чтобы сегодня учились и рождались наши дети. И у те мальчишки, которые сидят в курсантской форме, вы их внуки, вы их продолжение. Мы должны, мы обязаны помнить подвиг нашего народа. И пока будем помнить мы, будут помнить наши дети, будут помнить наши внуки и последующие поколения. Подвиг народа-победителя. Невозможно забыть события тех страшных военных лет, но нашу победу, Ковалев, Ямал и Стар, независимо от национальности, вероисповедания, на алтарь победы Кубань положила жизни более 500 тысяч своих дочерей и сыновей. Уважаемые ветераны, низкий вам поклон за победу, за мужество, героизм. Ветеранов-активистов, общественных деятелей, губернатор и спикер Кубанского парламента наградили медалями за выдающийся вклад в развитие Кубани третьей степени, а также благодарностями и почетными грамотами от главы региона. Уже после торжественной части, в неформальной обстановке за чашкой чая ветераны общались с губернатором и председателем ЗСК. Фронтовики вспоминали страшные годы войны, рассказывали о своем боевом пути и как им, молодым мальчишкам и девчонкам, удалось выстоять. Поэтесса Лидия Химелянина воспоминаниям о войне посвятила много своих стихов. Одну из них прочитала собравшимся. Чтобы знали потомки всю правду про них и гордились в открытую прошлым своим. Это нужно сегодня, это нужно живым. С каждым годом ветерану Великой Отечественной становится все меньше. Сказываются старые раны и возраст, но для каждого из них 9 мая освобождение Кубани – особые даты. В эти дни они вновь в строю, так же, как и много лет назад.